Каждым появлением на публике Шону Мэлли гарантированно притягивает внимание. Шуга ценит женщин в количестве, гидропонику в качестве и уважает нокауты без добивания. Скоро его ждет самое суровое испытание в карьере. Самое время вспомнить гремучие финиши у Мэлли в ММА, принесшие ему славу одного из главных проспектов спорта. Слабо походя на прирожденного панчера, Шон запустил любительскую карьеру в 18 лет и быстро зарекомендовал себя креативным ударником. Уже тогда бойца легчайшей категории стали именовать звездочкой в родной Монтане. С распухшим от финиша рекордом Мэлли перевел таланты на профессиональные рельсы в 2015-м. Два года спустя небитый американец набил шесть побед при пяти финишах. В мае 2017-го Сахарок получил возможность выступить в престижной локальной лиге LFA. Оппонировал ему Дэвид Нуза с активом 9 к 1. С самого старта у Мэлли куражился. И вскоре по клетке залетали амплитудные удары ногами. На второй минуте Шон приземлил правую. Следом залетел хайкик. Соперник не собирался бегать как от повестки. Впрочем, он дурого за это поплатился. Дважды заставив Нуза целовать на стил в нокдаунах, Шуга ввинтил финальный у Шира Герри и отправился паковать чемоданы в UFC. Тестовый прогон у Мэлли перед Дэйной и Уайтом прошел через два с половиной месяца на шоу претендентов. Ударник в оппозиции Альфред Кошакян имел в резюме восемь побед при трех поражениях. В прологе он споткнулся о летящее колено, но быстро внес поправки переводом на Настил. Шон проглотил несколько ударов со спины и сумел выскользнуть из неприличной позиции. В стойке ралли шло куда успешнее для Умэйли. Он вбил кросс на шаге, Закрутил бэкфист и начал сколачивать серии. Кошакян не замечал удары правой, отследив угасающую полоску жизни, Шуга исполнил фаталити. Первый точный кросс вскружил Альфреду голову, второй унес прямиком в изумрудный город. Шокированный Уайт не находил себе места, а Снупдог чуть не схватил передоз эндорфинами. Шон знал, как произвести впечатление. Следующий год карьера Умэйли набирала обороты. С большим трудом он поделил кислород в клетке с Тирионом Уэйром. Но к исходу трех раундов экшена более бодрым смотрелся все же Шуга. Андре Сухамтад сперва выступал гораздо более легкой мишенью. Нокаута он избежал только из-за травмы Шуга. После пары решений Умэйли провалился по допингу и пропал на два года. В перерыве он придушил по грэплингу легенду Прайд Токанури Гоми. Вернулся Шуга в марте 2020-го. Выступить каскадером в оппозиции и позвали Хосеки Ньонаса. Американец с легкостью перестреливал мексиканца ногами. Затем подключил руки и оформил первый нокаут в UFC. Чек-Хук из левши с догоняющим хайкиком пришлись в цель и косплей Кинг-Конга завершил представление финишем вечера. Попав в топ-15, Умэйли нарвался на Марлона Веру. Эквадорец с лоу-киком пробил ему седалищный нерв и даровал звание первых хрустальных ног в ММА. Динамичный американец не задержался на своих двоих и был забит граунд-энд-паундом. Шуга свалил поражение на неудачную фазу Луны и в марте 2021 года вышел против Томаса Алмейды. Некогда бразильца забрасывали пророчествами о будущем чемпионстве. Рубака из страны карнавалов отвечал на комплименты серийными вышибаниями. Однако, поломавшись на Коди Гарбранте, поезд хайпа Алмейды простаивал с тремя фиаско к ряду. В битве за хайпом Эли закидал бразильца киками по нижним этажам. Следом он перевел на голову. Нокаут без добивания испортил рейфери, которому не хватало крови. Шон не огорчился и повел отложенный расстрел дальше. Во втором раунде он продолжал миксовать атаки с рук и ног, постепенно уводя защиту Алмейды все дальше от головы. Это принесло плоды в третьем, когда у Мэли начал собирать многоэтажные комбинации. Бразилец проспал короткий левый кросс. Шон для верности ввалил добивочный и забрал очередной бонус. Через четыре месяца у Мэли снялся соперник и на замену вышел бесстрашный дебютант октагона Крис Маутиньо. Закинувшись попкорном, зрители ждали зрелища и они его получили. В завязке Крис рванул на амбразуру в надежде задавить подвижного кикера. Шуга отыгрывал снайпера, он донес пачку кроссов. Метнул ногу и боковой. Героически преследуя Визави, Маутиньо впитывал попадание хлеща Макса Пэйна под текилой. За раунд ему удалось несколько раз попасть у сетки. Здесь же он его и подловил. После нокдауна в концовке первого отрезка во втором бой замедлился и у Мэли стал забивать каждый посланный в сторону оппонента удар. На последнем круге Крис выглядел так, будто дрался с Фредди Крюгером. И за полминуты до гонга Шон сыграл последний аккорд. Находясь в шатком положении, Маутиньо принял затяжную очередь. У Херба Дина сдали нервы и бой был остановлен. Шуга установил рекорд категории по значимым ударам и взял бонус за бой вечера. Положительная статистика у Мэли росла быстрее каннабиса в кладовой и в декабре 2021-го против него выпустили Раулиана Паеву. Бразилец шел с тремя победами в UFC к ряду. Впрочем, в клетке с американцем ему делать было нечего. Паева пачками ловил джебы. Шон выпалил левый кросс и пошел ва-банк с оверхэндом. Американец крутил головокружительный удар и на пятой минуте вбил одурманиного бразильца в технический нокаут. Шуга снова оказался в топ-15 и вынес из клетки шестой бонус. По-настоящему раскрыть задатки звезды у Мэли получилось в июне 2020-го года. Эдди Уайнленд при 40 боях когда-то брал пояс век редчайшим лоу-киком в голову. С тех пор многое поменялось, но только невзрывной характер его одиночного удара. Тем не менее, в октагоне именно Шон выступил оператором процесса. Эдди пропустил по касательной пару хайкиков, Затем оверхэнд. Шуга переключился на корпус и вскоре оформил финиш. Из-за финта апперкотом Уайнленд не заметил вылетевший кросс. Падающее тело ветерана довершило живописный нокаут без добивания. В свои 27 Шуга набил 11 нокаутов в 15 боях при единственном поражении. И пусть злопыхатели зовут его чудным проектом UFC, Шон остается будущим спорта. Впереди его ждет проверка в сибирском стиле против Петра Яна, которая покажет, Омели это мировой феномен или холостой взрыв на фабрике красок. Если понравился ролик и хотите видеть новые топы с проспектами спорта, то не жалейте лайка, подписывайтесь на канал и помните, настала эра ММА! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok